Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня мы с вами займемся творчеством. А именно создадим игру, в которой ваши дети будут развивать свое воображение, творческое мышление и фантазию. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится лист формата А4, можно в принципе любой другой, но желательно, чтобы он был поплотнее, чем обычный лист бумаги. Нам для этого понадобится различного рода цветочки, травка, кустики, все, что растет около вашего дома, чтобы далеко за ним не ходить. Но то, что доступно вам и что можно срывать. Также нам понадобится какой-то предмет, которым мы будем обводить окружность. У меня это вот такая баночка первая, что я нашла. Этот предмет нам понадобится, чтобы создать шаблон лица человека, который потом мы будем делать, украшать в общем. Берем мы, значит, лист бумаги, берем предмет, которым мы будем рисовать окружность, берем простой карандаш. Ну и обводим непосредственно вот так вот кружочки. Создаем несколько шаблонов для лиц. На мой листик вошло 4, потому что нам нужно оставлять место еще для того, чтобы вошла прическа. Из цветочков мы будем делать этим человечком прически. Поэтому место нужно между кружочками оставлять побольше. Если у вас простор фантазии вообще большой, то можно даже сделать 2 лица, например, побольше, чем мои. Вот, и оставить место вверху побольше для прически. Мы создали с вами вот в моем случае 4 лица разных. Ребенку вы предлагаете, если он не совсем малыш, просто окружности, а он сам дорисовывает лица. Вообще абсолютно любые. Тут уже будет работа фантазии, воображения, какие ему захочется. Если ребенок маленький, и он еще не справится с такой задачей, то вы предлагаете такой же шаблон, как сейчас у меня. Соответственно, вся работа будет заключаться в том, что мы предлагаем ребенку вот такой готовый шаблон. И вот все, что мы с вами или вместе с ребенком, или самостоятельно насобирали для этой работы. В моем случае это цветы и различные листочки. Вы можете вообще все, что угодно, все, что вам захочется, все, что кажется вам пригодным для создания прически использовать. Благо сейчас лето, и в нашем случае всего на улице можно найти много. Я это все собрала буквально вот за 2 минуты перед тем, как зайти на работу. Еще один важный момент, чуть не забыла. Еще нам понадобится двусторонний скотч. Поскольку именно на него, мы будем с вами клеить все, что вот здесь вот у нас все богатство, которое у нас здесь лежит на листке. То есть двусторонний скотч мы приклеиваем на головы вот данным людям, в нашем случае людям. Вот. Я разошлась и приклеила пару скотч на сережки, ну на ушки, да, чтобы сделать сережки. И мужчине сделай усы. Посмотрим, что из этого получится. Это делаю первый раз сама, мне самой интересно. Мы можем сами убрать верхнюю часть, да, не клеящуюся со скотчем. Можем предложить это сделать ребенку. Соответственно, будет как упражнение для развития мелкой моторики. Но если малыш маленький, то мы уже прям вот готовый шаблон делаем. Ну и соответственно, приходим к самому интересному. А это значит украшаем наши скучные пока лица, которые у нас есть на шаблоне. Вот девочке мы сделали сережки. И я думаю, что наверх мы сделаем ей что-нибудь поспокойнее. Я сама приклеилась. А вот это тоже возможно. Ну так даже веселей. Например, вот девушка у нас будет с такой прической. Все это делает ребенок самостоятельно. Я думаю, что для детей это очень интересное занятие, поскольку играть с природными материалами дети очень любят, как вы знаете. Вы можете тащить с собой пакет игрушек для песка, ребенок найдет палочку и будет там целый час с ней играть и забавляться. Поэтому в данном случае вы ему это разрешаете. То есть позволяете поиграть с природными материалами. При этом он создает что-то красивое, что-то интересное, что в дальнейшем можно даже кому-нибудь презентовать. Например, бабушке или тете или сестре кому-то. Так, давайте украсим нашу следующую мадаму. В данном случае я использую все, что у меня здесь есть. Можно помогать ребенку, спрашивать его, чтобы он еще хотел добавить, хватает ли ему всего, если вдруг вы видите, что он немножко потерялся, растерялся. И вполне возможно остановиться, оставить недоделанным какой-то шаблон, а потом пойти гулять и на улице найти именно то, что нужно для этого человечка. То есть у детей фантазия очень интересно развита. То есть дети вполне могут сказать, что вот этот вот человечек, которого я нарисовал, ему не подходят цветочки. Ему там, например, нужны вот такие вот брутальные колючки, а их у вас не оказалось. Поэтому вы сходите на улицу, найдете колючки и доделаете вашу работу чуть позже. Так, ну я думаю, раз мы заговорили про брутальность, то надо нашему мужчине, мне тут понадобятся ножницы, создать образ более брутальный, да, с усиками, которые мы сделаем вот из такого вот колючего материала. Как раз он, вот, в дальнейшем, когда вы уже приклеите, да, вот эти природные материалы, можно будет, например, дорисовать то, чего не достает карандашами. То есть здесь вообще свобода действия, свобода движений, свобода всего, поскольку работает фантазия. Фантазии и воображения, как известно, не любят, когда есть какие-то ограничения, да, есть какие-то условия. Когда есть какие-то условия, то, соответственно, наша фантазия перестает иметь свободу, перестает настолько классно работать. Ну и наверх, я думаю, что как раз вот, раз он мужчина, да, у нас будет такое более, более брутальные, жесткие цветочки, назовем их так, колючки, да, чтобы он прям был совсем-совсем такой у нас серьезный мужчина. А из всех цветочков больше всего мы подошли вот эти. Ну, усики у нас, конечно, так, можно было сделать чуть красивее, но тут же задача не в том, чтобы было все очень красиво и эстетично. Смысл в том, что ребенок придумывает образ, он придумывает что-то свое, фантазирует, поэтому, конечно, мы не говорим ребенку, вот как я сейчас, да, к себе придираюсь. Ой, а что ты так криво, некрасиво наклеил, давай переделаем, давай мы что-нибудь сейчас по-другому, вот сюда вообще эти цветы не подходят, ты же видишь. Вот таких фраз мы ребенку никогда не говорим. Когда ребенок занимается творчеством, все, что он делает, все хвалим, все восхищаемся всем. И на самом деле вы увидите, что у вашего ребенка возможно очень-очень нестандартное мышление. Это не значит, что если оно не совпадает с вашим или оно не соответствует вашим эстетическим вкусам, то оно какое-то не такое. На самом деле все, что делает ребенок своими руками, это все очень классно, поэтому за все мы за это ребенка хвалим и, соответственно, стимулируем его продолжать эту деятельность. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки под этим видео, пишите свои комментарии, мы очень их ждем всегда с нетерпением. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми увидеть наше новое видео. А я с вами прощаюсь, пока-пока!